Привет, это Женя Тимонова, и я только что вернулась с Северного полюса, сейчас об этом немножечко расскажу. Было потрясающе, а будет еще более потрясающе, потому что на носу у нас новые путешествия, и к ним можно присоединиться по ссылке под видео. В сентябре мы едем в Грузию, в октябре мы едем в Приморский заповедник на Дальний Восток и в самую живописную страну Африки, в Намибию, а в ноябре у нас вообще Аргентина. Ну и на Новый год мы скромненько летим в Уганду к горным гориллам и шимпанзе. Ну а если вы в Москве, то вы можете каждые выходные присоединиться к моим экскурсиям по московскому зоопарку. Это самый простой способ увидеть животных со всего мира всего за 4 часа в одном прекрасном месте. Ссылка на наши экскурсии тоже под видео. Ну а сейчас про Северный полюс. Я рад приветствовать у нас Евгению Тимонову, натуралиста, популяризатора биологии, автора и ведущего «Все как у зверей» программы о том, в кого такие люди. Но самое интересное, что, Евгения, во-первых, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что нашли время зайти к нам на огонек утренний. Вы же из Северного полюса чуть ли не верны? Натурально из Северного полюса. Прямо вот с Северного полюса к нам в студию «Серебряного дождя». Оцените, дорогие друзья, прямо-прямо-прямо оттуда. Даже в тех самых кедах, в которых я ходила по льдинам Северного полюса. Они еще несут пыль зимы, снега. Более того, нам редактор сказал, что вы еще в следующую экспедицию собираетесь, и вас выхватили между двумя. Туда же или в другое место куда-нибудь? На Камчатку. На Камчатку. Северный полюс такая вещь, что лучше не чистить. Лучше один раз побывал, и все, галочку. Нет, нет. Мы задавали друг другу этот вопрос, конечно. Вернемся ли мы сюда? Второй раз пойдем. И у всех сразу становились такие сложные лица. Было видно, что люди испытывают богатую гамму эмоций. С одной стороны, это, конечно, как в космос сходить. Как вы туда добрались? У меня сразу же возникает вопрос. На атомном ледоколе. Не так-то много способов добраться на Северный полюс и вернуться за 10 дней. Да и атомных ледоколов, насколько мне известно, совсем немного. Да, ну вот как раз у нас так все совпало. Скажите, Женя, а сколько вы вещей с тобой брали? Ну вот интересно просто такую поездку. Да немного на самом деле. Собственно, что это было? Росатомский ледокол 50 лет победы. Круиз на... Круиз. Какое-то неуместное слово здесь, но тем не менее. Поездка на Северный полюс с детишками. 66 детишек со всей страны. Победители разного рода интеллектуальных конкурсов и олимпиад. И мы при них шестеро экспертов. При шестерых экспертов, шестеро фасилитаторов, которые будут выполнять какую-то роль эмоциональной прокладки между экспертами и детьми. Ну и там еще. И еще разного хорошего народа. Вожатые и команды. И мы все вот этой гурьбой поехали туда. То есть мы читали детишкам лекции, детишкам снимали научно-популярные фильмы. И, в общем, этими шутками и прибаутками дошли до Северного полюса и вернулись обратно. Сколько шли по времени? Десять дней. Девять дней всего. На пятый день приходишь на полюс, разворачиваешься и идешь обратно. Самое... И вот что бы я точно сделала... Ну, полюс — это льдина. Вы доходите до точки, где на ходовой рубке высвечивается 90 градусов северной широты. Ледокол гудит, все ужасно радуются. Полное ощущение Нового года. То есть все воспали на палубу, машут чем-то. Только без шампанского, потому что дети. Дети рядом. Дети и морской сухой закон. Поэтому такое воображаемое шампанское. А потом мы еще примерно полчасика искали льдину, на которой можно было бы пришампанаться. Да, и поэтому... А, и у нас был с собой знак «Северный полюс». Мы его воткнули в Северный полюс, 90 градусов северной широты. Воткнули мы его, конечно, не там, где он был географически, а там, где это было наиболее безопасно. Ну да, географического Северного полюса, насколько мне известно, на корабле-то не дойти. Туда надо... Почему нет? Мы были там. Там просто высадиться невозможно. Там высадиться нельзя никак. Да, ну, слушай, как бы редко совпадает, чтобы тебе и 90 градусов, и льдина, на которую можно вылезти и не остаться. А, вот эти веревочки, вот это все, вот это спрыгивание. Что больше всего запомнилось? Какие ощущения вообще? А, вообще, от всего вот этого ощущение, что ты в космосе. На другой планете даже, мне кажется. Другая планета, это было на земле Франции Иосифа. Это самое потрясающее для меня было место. И вот туда бы я, конечно, вернулась просто без разговоров. Почему? Природа? Это один из самых северных архипелагов в мире. Там что-то под 90 островов. Не вспомню сейчас точную цифру. Ну, их там какое-то огромное количество, они есть побольше, поменьше. Между ними проливы. И это... Ну, вот это действительно абсолютно инопланетные пейзажи. Нам очень повезло с погодой. Погода была тихой, был абсолютный штиль. И вот такое сейчас лето, поэтому там льды уже большей частью растаяли. И плыли по этой абсолютно гладкой поверхности, в которой отражаются все эти птичьи базары, скалы, ледники. Часть ледники — снежники, а часть — такие вот прям голубые купола. Без снежного покрова, просто чистый голубой лёд. И по проливам плывут льдины, и на льдинах плывут моржи. Просто как вот в каком-то... Какие-то фотобои. Какой-то фотошоп. Этого всего не может быть. И всё это... И ледокол идёт плавно-плавно на самом тихом ходе. И у тебя абсолютное ощущение вот сна про другую планету. А вот по поводу... Подовные матрасики для моржей такие видели, да. Ну, что же интересно. По поводу всякой разной живности по пути на Северный полюс и обратно. Кого встречали? Встречали в огромном количестве тюлей. Ну, во-первых, в строительном медведе, конечно же. У нас в прошлом году ходил такой же. То есть этот ледокол знаний ходит каждый год. В прошлом году медведь был один. И в это время у детей была лекция. И их не вып... Ну, потому что дети, это не то, чтобы так сказать, что дети на улицу. Они тебе пол ледокола снесут. Поэтому вожатым приходится как-то лавировать этим детским потоком. И у детей была лекция. Вожатые решили, что они не справятся с детским потоком. И поэтому дети медведей не видели. Это было, конечно, ужасно. Просто поехал на Северный полюс, как дурак просидел в зале, пока ходил медведь вокруг. Сидел в каюте все равно. Да, решили, что этого вообще не должно повториться. Что медведи у нас будут вообще любой ценой. И первый же медведь просто по громкой связи с ходовой рубкой объявили по левому борту Мишка. Они так трогательно говорят. Мишка. Вот. И дальше ходынка такая. А у нас как раз была лекция полярника Боярского. У нас был Боярский здоровый человек. Чудесный совершенно дядька, который еще в 80-х ходил в международные экспедиции в составе. И на пешочком через всю Антарктиду. Просто на Южный полюс просто с одного края Антарктиды до другого. Они примерно год шли с японцами, с, по-моему, в общем, какая-то очень была. Очень международная компания. Вот. И с тех пор Боярский ходил, Виктор Ильич, много где. И в том числе по Северному полюсу. Говорит, гораздо сложнее ходить по Северному полюсу, потому что Антарктида, она твердая. Ты по ней идешь, и все. У тебя холодно. Но хотя бы тебя не проваливается ты. Не оказываешься в воде, не вытаскиваешь оттуда собак. Они на собачьих упряжках ходили. Вот. И Боярский как раз был вот накануне. Собственно, собрались все на его лекцию, и тут по левому борту Мишка. И сразу, какой Боярский. Все высыпали. И там действительно медведь прям такой идете. И идете, оглядывается. И мы смотрели, и глазам не верили. А потом... Он, наверное, на вас тоже смотрел, глазам не верил. Ну, так часто там ледоколы плавают. Ну, как бы не часто. Да, но где-то раз летом примерно раз в две недели получается. В общем, медведи, особенно белые существа, умные. Поэтому, мне кажется, за две недели не забывают это. У него-то опять ледоколы. Ну, такая короткая у них память. Вот. Но потом уже медведей было столько, что каких-то следующих медведей... Ну, медведь. И ты уже не провожаешь, когда он скроется за горизонт. Он так посмотрел, ну, уже, в принципе, ну, что на попу смотреть. Ну, уходит он и уходит. Один медведь убил, добыл нерпу. То есть было, соответственно, много тюлений, лохтаки, мужские зайцы и кольчатые нерпы. И для медведя это самая главная еда. И вот медведь добыл себе главной еды. И тут ледокол. И он такой, ну, ешкин. Он понимает, что ледокол у него ничего не отберет. Вот, но как-то аппетит уже не тот. И он попер эту нерпу, прятает за торос. А медведи потрясающе прячутся. Вот все, на кого, кто имел дело с медведями, говорят, самое удивительное, что неожиданно. Раз, то есть ничего не было, и тут около тебя 700 килограммов медведя. Давайте мы здесь поставим паузу и узнаем, что он сделал с нерпой минуты через 2-3, если вы не против. Согласен. А на Камчатке чем будете заниматься? На Камчатке на серых китов пойдем. Серых китов? Экспедиция по изучению. Цитологи, которые занимаются ими. Мы с нами пойдем. Тошницы на кораблике. Десять дней тоже. Ну, вот здесь вот на самом деле в вашей работе недостаточно знаний. Нужно прям постоянно быть в такой форме, да? Ну, ты просто аскетично едешь куда-то. Ну, не то, чтобы прям вся моя работа, она вот так вот. Я больше по тропикам вообще. Для меня это, конечно... Тропики тоже выдержат тяжеловато. Тропики? Ну, к тропикам я... Я даже не знаю, чтобы мне было тяжелее, если честно. Ты в тропике? Это да. Это я... Вот как раз когда я в тропиках, я вижу, что я к этому... Меня к этому жизнь готовила больше, чем к полюсам и Камчаткам. Мне это как-то проще дается. А в тропиках где были самые такой отдаленные? Ну, в принципе, самые... Ну, это уже не тропики, это уже ближе к Антарктиде, это Новая Зеландия и Тасмания. А так, чтобы прям тропики раз тропики... Вот сейчас в декабре, были, в ноябре-декабре, была в Амазонии, в Перу, там, собственно, экватор и как раз такая большая Амазония, где Амазонка и Китос, все вот эти вот заброшенные теперь каучуковые города и настоящие амазонские джунгли, там, с анакондами, ягуарами, капибарами. И с пираньями. Из пираньи. Пираньи ловили. Ловили прям? На улышку? Я купалась, да, там, где эти пираньи живут. Я говорю, вспоминаю фильм «Анаконда», который из-за молодая Джоли. А пираньи? Ты увидел фильм «Анаконда»? Пираньи еще есть, да. Это же тоже... Те еще рыбки. Я просто больше всего... Все это фантастическая брехня. Ну, они не едят людей просто так. Ну, они, в принципе, сейчас, поскольку люди очень активно ловят рыбу в Амазонке, то пираньи просто стало маловато еды, и они иногда кусают. То есть они не то, чтобы съесть, а не съедят, но, как бы, попробуют. И люди такие радуются. А если вот кровь какую-то там почувствовали, как в фильмах, оказывается, нет такого нет? Нет. Нет. В Амазонии кто у тебя, собственно... Ну, кайман какой-нибудь, который вырос больше четырех метров, а это очень редко. Но черные кайманы могут, в принципе, нападать на людей. Ну, вообще, даже два метра кайманчик такой как-то немаленький будет. Ну, он не нападает. То есть с четырех метров они начинают думать про человека, как... Абра! То есть есть для тебя дорогой человек. Ну, а акула-то, если капля крови упала, то это все так... Обычно все показывают в фильме, там, капля крови падает в воду, и все такие, ну, все, тебе конец, дружок. Нет, нет. По всему миру за год не больше десяти неспровоцированных случаев... Нет, убийств, нет, смертей от акул не больше десяти по всему миру. Ну, Египет не ведет свою статистику, насколько вам известно, поэтому... Тут сложно однозначно сказать, понимаете. Да, политические, да, моменты. Вот, ну, нет, ну, в Египте такое дайверское комьюнити, что там веди-не веди, а дайверы-то все раззвенят. И у них вот с тех пор вот того этого лангемантиса несчастного, которого гиды же прикормили, потому что им же надо что-то туристам показывать. И акула такая, ну, вот, люди, еда. А тут люди пришли, а еды не принесли. Ну, как так? А я уже настроилась. Давай там кусать людей. Слушайте, а вот дети, которые ездят, это какой-то конкурсный отбор вообще? Конкурсный отбор. Евгения Тимонова у нас в гостях. Натуралист, популяризм от биологии, автор и ведущий «Всё, как у зверей», программа о том, в кого люди такие. Ну, и более того, Евгения еще и путешественница, которая, как мы сейчас выяснили во время прослушивания рекламы и музыкальной композиции, объездила уже, наверное, большую часть земного шара. Есть такие места, где вот вы еще не были, прежде чем у меня был вопрос, связанный с детьми, но мне просто интересно жить. Есть такие места, где вот вы еще не были, но очень хотите побывать? Я очень хочу на Мадагаскар. Прям очень хочу. Это тоже такая изолированная эволюционная лаборатория. Да, совершенно своеобразные фауны, огромное количество эндемиков, лемуры, все эти какие-то безумные фосы, хамелеоны, всё вот это вот. То есть это такая вот Австралия на минималках. Австралия 100 миллионов лет назад отделилась, и ее фауна пошла своим путем. Австралия, наверное, из всех стран, где я была, произвела на нее наибольшее впечатление. Так же самое большое количество всяких опасных для человека животных и насекомых. Этот миф всячески поддерживается производителями Австралии. Видимо, да. На самом деле нет. Австралия одна из самых безопасных стран, где, ну, по сравнению, например, с Африкой, где на тебя могут напасть. А Мадагаскар рядом с Африкой как раз. Ну, как бы рядом-то рядом, но это две большие разницы, да. И к тому же Мадагаскар такая уходящая натура. Его, конечно, очень активно распахивают, и первичных лесов там стоит все меньше и меньше. Поэтому он просто сокращается, вот это вот все. Ареалы естественного обитания, они прямо уменьшаются, как шагреневая кожа. И хочется успеть, пока они еще едут. Так, Мадагаскар и еще какие-то... И очень хочу опять вернуться в Амазонию. Вот мы сейчас ездили в Перу, в Перу, и в том числе заходили в Икитос, там, где большая амазонка. И от этой амазонки ушли в притоке на обезьянную станцию, там, где изучают приматов. И жили там некоторое время в домиках из помидорных ящиков. И это было так круто. И мы купались, да, в Амазонке с пираньями, видели речных дельфинов. Речные дельфины нас видели. То есть вы сейчас развергли миф о том, что пираньи могут съесть человека меньше, чем за минуту. Вот это все. Ну, они такие, ну, в принципе, мы, наверное, теоретически можем, но не дай бог так и голодать. А ловили же? Ловили и отпускали обратно. Потому что, конечно же, хочется поймать пиранью. И посмотреть ей в лицо. Человеком, да, который поймал пиранью. А вообще я очень хочу в... На Новый год мы собираемся, собственно, в Уганду. Уганда, приятное место. Да, обалденное место из всей Африки. А мы обычно... Ну, сейчас я как приглашенный эксперт, собственно, и на Северный полюс, и на Камчатку, как, тоже меня приглашают. Но, в принципе, мы обычно свои путешествия организуем сами. То есть, во все, как у зверей, можно ездить. Потому что в какой-то момент мы поняли, что раньше мы просто ездили и снимали свои передачи там. А потом в какой-то момент поняли, что невозможно снять все. Проще иногда набрать людей и поедем в Уганду. То есть, такая опция есть. Да, такая опция есть. С нами можно ехать. Тогда мы обязательно должны о ней сказать. Все, как у зверей, да, называется? Да. Это программа. Да. И можно с ней поехать. Так что, пусть к вам в помощь. Да, действительно, у нас вкус трип, наше познавательное путешествие. Ключевые слова Евгения Тимонова. Все, как у зверей, путешествие. И ближайший у нас будет в Грузию, по Дикой Грузии, по нацпаркам, по всяким очень интересным местам. А потом мы едем в Приморье в октябре. А в ноябре мы летим в Аргентину. А что надо сделать ребенку, чтобы попасть на ледокол, если это мечта всего для детства? На ледокол надо поучаствовать в конкурсах, которые Росатом со своим научным фестивалем, кстати. И у Росатома какая-то очень активная такая вот научно-полярзаторская деятельность и образовательные программы. И, в общем-то, там сто всего. Ну, их можно похвалить только за это. Они, да. В плане пиара Росатома, конечно, обставили все какие-то деньги, имеющие конторы, на голову вперед. Они действительно очень хорошие. Программа тут прям слова против не скажи. Да, не хочется надучи какой-то. Как конкурсы они проводят у себя на сайте? Это какой-то? Надо регистрироваться где-то? Тут не скажу. Тут надо, опять же, забить в поисковик и посмотреть. То есть дети и родители детей возраста, которые еще берут, они наверняка это знают. А с какого там были возраста? Там были подростки, там были не то чтобы прям дети. Там было 14-16. То есть это была такая прям компания у нас отличная. Отличные собеседники, отличные какие-то. У малыша 14 лет просто сложновато чисто физически. Там 10 дней на корабли идешь. Один мальчик, Женя, 12 лет. И он держался просто молодцом. Ну, конечно, такой, все его опекали. Говорят, Женя, держись. И он держался. И все было хорошо. Чувствовал себя за вот. Вот есть кэштег. Забавный вопрос. Если у вас есть вопрос, уважаемые дамы и господа, плюс 7903-7976-333. Как с прививками при поездках по миру? Они везде одинаковые? Вот еще вопрос на засыпку. Смотреть надо куда. Ну, хорошо поставить желтую лихорадку, нигде не повредит. Потому что ставится один раз на жизнь и пусть будет. Дает перекрестный иммунитет от разных других некоторых лихорадок. А так, ну, гепатиты. Стандартные. Да, гепатита А, которая болезнь грязных рук. От малярии прививок все еще нету. Поэтому если в эндемичных по малярии районах, либо пить профилактику, какой-нибудь маларон там по таблетке или сколько там в день. И если вас укусят, то вы не заболеете. А если не пить, то вы будете себя все время чувствовать немножко лучше, потому что маларон такой, ну, в общем, токсичный довольно. Но если вас заболеют, заболеют, если вас заболеют. Заразят. Заразят, да. То будете пить тот же самый маларон, только в тройной дозировке. Ну, малярии лучше избегать, но... Ну, и вообще есть вещи, которых стоит избегать. Мне кажется, при поездке в каждую страну можно просто ознакомиться со списком рекомендованных, так сказать, действий, которые нужно при посещении этого государства. Не так сложно это найти сейчас в интернете. Но зато потом, когда возвращаешься домой и начинаешь ценить вообще все эти простые радости. Когда тебя кусает комара, это просто кусает комара. Просто хочет, пьет твою кровь, он ничем тебе, ничем тебе не заразит. Какое-то у вас благосклонное отношение к комарам, Евгения. Научишься любить родину, когда возвращаешься и понимаешь, что ничего хуже гадюки тебя укусить не может. Но комар-комару рознь, насколько я знаю, из учебников биологии. У нас есть анофилис, есть малярийные комары, но нет малярии. Они ничего не разносят. Жень, простите, но давайте вернемся немного чуть-чуть назад, когда мы до ухода на рекламную паузу. Там нерпа была. Да, нерпа и медведь, потому что спрашивают, слушатели, что случилось-то. Я сижу, все время в голове держу на эту ситуацию. Он ее спрятал за торос, и потом, когда мы ушли, наконец, он ее там и доел. Это главная еда для медведей. И сейчас, когда мы подходили уже к полюсу, мы видели удивительное зрелище. Настолько удивительно, что даже команда ледоков сказала, ну, удивительное зрелище. Очень близко к полюсу огромное количество тюленей. Просто какие-то. Сначала кричали тюлень, тюлень, а так, да, вот льдины, и они везде там лежат. Толстые, довольные. И ребята из заповедника Русской Арктики, которые были вместе с нами, сказали, что, похоже, пришла рыба вот в эти вот широты, где обычно тюлени здесь не лежат. Но пришло много рыбы, за ними пришли тюлени, приплыли, а медведи не дошли. И поэтому у тюлени сейчас тут просто Майами. Вот у них тут куча рыбы, all-inclusive, медведей нет, и они лежат. И когда ледокол шел, тюлени тоже, они как люди, у них у каждого свой характер. Некоторые сразу под воду, некоторые лежат и делают вид, что ничего не происходит, а некоторые убегают, но при этом оглядываются и рычат. Ходят и ходят, прямо видно, что он недоволен. Как я понимаю, в Антарктиде двухпартийность, значит, белые медведики и тюленивые, правильно? Это в Арктике. Иногда попадаются нерпы. В Арктике, да. В Антарктиде пингвинчики. Тюлени, ну, собственно, нерпа — это частный случай тюленя. То есть там есть настоящие тюлени, которые вот лохтаки. Кажется, я видела двух тюленей-хохлачей. Это не формалы? Кольчатые. Ой, сейчас даже... Это как у нас панки. Это они так подразделяются. Это поразительный тюлень, у которого брачный ритуал заключается в том, что у самца из носа выдувается огромный красный шар, и он этим шаром вот так вот трясёт. Какая потрясающая... Какая прелесть! Гугл тюлень-хохлач. Вот очень-очень классный зверь. И... Ну и вот, моржи, конечно, мои самые любимые. И птичьи базары на земле Франции Иосифа. И там скала Рубини, поющая скала такая. Ну, там очень красиво. А правда слышен треск, когда... Слышен? Да, когда ломаются вот ледники. Этот треск слышен неделю уже после того, как ты сходишь на землю. Тебя всё ещё потрясывает, кровать всё ещё так вот качается, и вот этот треск, он такой слегка в ушах. Да, конечно же, это всё очень сильно трещит. Это переживается примерно как землетрясение. Вот сейчас в Перу мы тут проснулись в 6 утра от 7-бального землетрясения. Было? Вы как раз застали его то, что вот было? Ну, там, ну, там какой, не знаю, постоянно более-менее. Какой-то мы застали. И это было так, когда тебя трясут, говорит, вставай. Вот это вот трясут и вставай, но на ледоколе, вот как только ты заходишь во льды, и постоянно вот эта тряска. Мы даже наскочили на один, какую-то, ну, такую личинку айсберга. То есть там как-то... Большой кусок. Большой кусок. Это ещё не айсберг, но такой приличный. И ледокольчик тряхнула, и, в общем, можно было масштабировать, что если бы он был побольше, то как бы тряхнула. Вот. И это, скорее, это приятное. Ну, не страшно. Не, не страшно вообще. А вообще, как команда ледокола, вот каковы они эти люди? У них есть такое обособленное мышление, с учетом того, что они видят всё время космос этот? Они, ну, они прекрасные совершенно люди. Я с ними общалась меньше, чем хотела бы, а вот мой фасилитатор и напарник, Олеся Казанцева, которая ездила вместе со мной, она как раз, она в курилке провела самые лучшие моменты с командой. И сначала... Вот она польза. Да не говорите, я прям думаю, да что ж такое-то, оказывается. Минздрав предупреждает, курение вредно для вашего здоровья, извините. Да, курение вредно, но порой так интересно, оказывается. Вот. И, в общем, через какое-то время Олеся начала называть такую люку лапшичная. Потому что она сидит, как человек, который всю жизнь мечтал побывать на полюсе, и тут... А вот это у вас... А ей рассказывают и на совершенно голубом глазу бешают такое. Притом потом приходят другие, которые не знают, что Олеся уже это спрашивала, и рассказывают абсолютно противоположное, тоже с такими же честными глазами. Да, конечно. Ну, это морские байки, мне кажется. Морские байки, да. И всё это делается абсолютно с покерфейс. В общем, прекрасные совершенно люди. Ходят они там не по 9 дней, а иногда по несколько месяцев. И не сходят на землю. И, в общем, молодые, классные, очень весёлые, очень позитивные. Дружелюбные достаточно. То есть нет такого... Дружелюбные, ну, даже не достаточно, а абсолютно. Вот. Нет такого, что вы все сухопутные крысы, а мы тут белая крыс. Мы зато скатаем. А есть вот какой-то вред от деятельности, от хождения ледоколов? А поскольку ледокол атомный, то никаких с него всяких выбросов нет. Он есть такая штука самодостаточная. А то, что он ломает льды, в некотором смысле это хорошая штука именно для морских млекопитающих, потому что проблема, когда есть льды, где им дышать, им нужны дыхательные проруби. И тут идёт вот такой вот трак и ломает тебе лёд, и поэтому за ледоколом постоянно тащатся чайки и всё ловят. А потом, когда он уже проходит, вот там, где это ледяное крошево, туда собираются тюлени, опять же, туда подныривают, вернее, приплывают, видимо, нарвалы, видимо, ещё какие-то... Ух ты, это у нас микрофончик упал. Сейчас поправь, пожалуйста. Да, вот, и это облегчает связь воды с поверхностью, потому что лёд, конечно, изолирует всё это дело, и морским животным часто неудобно. А у нас в студии человек Северного полюса, вернувшийся, может, простите, я думаю, что я не слишком особиже, Евгения Тимонова, натуралист, производитель биологии, автор ведущий «Всё, как у зверей» программы о том, в кого люди такие. Да, вот я, оттолкнувшись от этой темы, в кого люди такие, хотела поговорить о животном внутри человека, потому что я смотрела последние публикации, например, вот «Биология вкуса. Как мозг играет едой». Да, такие вещи. Расскажите немножко подобнее про такие вот темы, потому что, например, какие основные идеи, вот «Как мозг играет едой»? Ну, смотрите, это как раз лекция, которая будет в эту субботу, 30-го июля. Да, потому что «Всё, как у зверей» начинались, как коротенькие, весёленькие передачи на Ютьюбе, потом нас купил, купил, законтрактил. Попомянный вами сервис является нерекомендованной в России организацией. Мы обязаны это сказать. Мы обязаны это сказать. Окей, да, но канал «Живая планета» спас нас из объятия нерекомендованного сервиса, затащил телевизор на «Живую планету». Мы выходим там периодически, а потом постепенно всё, как у зверей, начали расширяться. И появились лекции из того материала, который не влезает в наши коротенькие видео, всё равно дико интересные. Появились наши путешествия, появились детские образовательные курсы «Всё, как у зверя», и, в общем, пошло-поехало. И вот «Биология вкуса. Как мозг играет едой» — это как раз новая серия лекций маленьких таких кулуарненьких на 30 человек всего в очень классном помещении на Экиманке, в Экиманском переулке. И я там рассказывала в эту субботу про… Лекция называлась «Касается всех», про осязание. Про самое важное, самое базовое чувство, которое, по сути, является основой всей нашей социальности и вообще в том смысле, что вообще делает нас людьми. И при этом осязание и вся тактильность настолько с нами постоянно, что мы даже не осознаём её значение, её гигантскую определяющую роль и в детстве, и при формировании личности, и потом в жизни человека. Ну и, в общем, отличная была лекция, мы её уже и повторили там же, а в эту субботу будет новая. С похожим посылом. То есть еда — это в жизни любого живого существа самое важное занятие. Человек — самое всеядное животное из всех вообще существующих. И млекопитающих же. Ну, млекопитающих много. Кала тоже млекопитающая, однако кроме эвкалипта ничего не ест. Человек ест всё. И это один из каких-то залогов нашего, в том числе, интеллектуального успеха. Потому что когда ты всеядное животное, ты… Это не в том смысле, что ты можешь есть всё. А тебе нужно чётко из всех категорий пищевых, потенциально, предметов, продуктов выбирать те, которые позволят тебе в любимую игру всего человечества, съедобное и несъедобное, не проиграть. Мы все потомки существ, которые выиграли в это съедобное и несъедобное. Для этого нужно быть умным. То есть есть умные, не всеядные животные, типа слоны, например, те же самые, или там дельфины. Но всеядных тупых нету, потому что они все уже вымерли. И на самом деле для мозга… Хорошо, что-то вы это сказали. Моя жена мне постоянно ругается. Нет, у нас всё… Судя по тому, что мы можем это обсуждать, у нас всё хорошо. Прямо с языка сорвал. Вот прям… Золотые слова. Да. Суфруге твоей. На самом деле для нас еда огромная, действительно, праздник, который всегда с нами. Но из-за его обыденности мы совершенно перестали его считывать. Мы не понимаем, каким образом еда и наш мозг общаются. Что сообщает нам вкус, как его сделать, как из этого извлекать максимум. Вкус, на самом деле, очень мультимодальное чувство. Это не только вкусовые сосочки, не только обоняние, но и звук. Вкусовые сосочки. Рецепторы. Вот есть слово, мне кажется, оно лучше подходит. Рецепторы как-то. Вот вкусовые сосочки. Это разная вещь, да. Да, вкусовой сосочек включает в себя много разных вкусовых рецепторов. Я про это сразу же как-то просто не вспоминается. Это ужасная реклама. Реклама-то отличная. Реклама, которая вспоминается, уже не ужасная. Да, это залог успеха, согласен. Вот. На самом деле в это ещё входит и тактильность. Вкус — это то, что как ты это чувствуешь на ощупь, как ты это слышишь, как ты это видишь глазами, цвета, сочетание цветов. В общем, много-много-много всего. И вот про это мы будем говорить в эту субботу. Говорить и есть, конечно, потому что лекции эти маленькие, интерактивные. А, то есть лекция сопровождается подачей еды? Ну да, конечно. Просто говорить про еду и не показывать её, не давать её попробовать. А ещё есть свободные места? Штук десять ещё оставалось. Какие у вас планы на выходные, Павел, до ближайшего суббота? А, кстати, да, да, планы на выходные. Каждые выходные мы делаем экскурсию в московский зоопарк. Вот развлечение, которому не надоест никогда. С детьми туда можно прийти? И с детьми тоже. Но вообще это такая, вообще всё как у зверей — это история для взрослых. То есть слоган нашей программы негласный — «Всё лучшее взрослым». Но просто дети очень любят, когда с ними не сюсюкают, как с детьми, а обращаются как со взрослыми. И объясняют, что так, мы идём на экскурсию, она будет четыре часа, поэтому если вы где-нибудь помрёте по дороге, то вы узнаете, как работает тесный отбор. Дети четыре часа сафари по зоопарку выдерживают. Ну, иногда скрипят, пищат, но держатся, как тот 12-летний мальчик Женя. Вот, и это, конечно, дико интересно. Хотя, казалось бы, зоопарк — это тоже маршруты, но... А вот есть какие-то приёмы, как детям рассказывать про природу, про животных, так, чтобы они что-то запомнили? Главное, чтобы тебе самому было интересно. Дети считывают интерес, и они же, да, они очень эмпатичны, поэтому они видят, когда взрослого там звенит и подпрыгивает, они будут слушать абсолютно всё, что угодно. И те, которые натуралисты детства, вот наподобие меня, им не надо вообще ничего продавать, они сами выгрызут, даже из самых скучных книжек всё это прочитают. А дети, которые просто интересуются всем, они подцепляются на эмоцию, и дальше, собственно, пошло-поехало. Вот, в этом плане с ними даже... Читать ребёнку обязательно, чтобы он тоже стал немного натуралистом. Ой, да всё подряд. Сейчас такое количество литературы, что рекомендовать даже... Какого возраста ребёнка, какого склада? Биология 3, 4, 5, 6, 7 класс и так далее по списку. С осторожностью, с осторожностью. Учебники не входят, наверное, в эту программу лучше. Какие-нибудь такие книги, которые, на ваш взгляд, могли бы вырастить натуралиста? Вот так я сформулирую. Ну, натуралист, конечно же, идёт на натуралистов. Вот, и Даррелл — это такой золотой стандарт книжек про природу, хорошо написанных. Евгений Рыбалтовский, прекрасный заводчик всевозможной экзотической живности, который живёт в Питере, написал чудесную совершенно книгу «Ручей Кахинхинского, кажется, дракона». И Рыбалтовский очень хорошо пишет, это очень легко, очень здорово. Огромное количество всякого научпопа по биологии сейчас выходит, и переводного, и нашего, и дети его, в общем, неплохо считывают. Я бы, конечно, рекомендовала всем, не только детям, но и взрослым, Франца Деваля просто всего, начиная от его первой книги «Политика у шимпанзе, секс и власть у приматов», и заканчивая его последними «Наша внутренняя обезьяна», «Последнее объятие мамы», изумительно совершенно пишет, очень хорошего уровня учёный, с очень хорошим подбором, и при этом пишет, чем дальше, тем лучше. Роберт наш Сапольский, конечно, автор цикла лекций «Биология и поведения человека» Стэнфордского университета, и он книги, он пишет, пожалуй, даже лучше, чем читает лекции, хотя читает лекции он так, что я, конечно, это мой кумир в этом смысле. Да и вот и хватит для начала, а там уже где-нибудь по дороге разберётесь. Из наших рекомендовала бы Александра Маркова и «Рождение сложности», начиная от этого, и «Эволюция человека», оба тома, и все последующие книги, которые Александр Владимирович вместе с Еленой Наймарк выпускают. Это такой очень-очень-очень хороший уровень научпоп, и, опять же, написано очень хорошо. Когда предпочитаешь читать специальную справочную или хотя бы научно-популярную литературу, начинаешь чрезвычайно ценить людей, которые умеют при этом хорошо писать. Вот у Маркова очень классный стиль, и Сергей Ястребов от «Атомов к древу» тоже здоровенная толстенная книга, рассказывающая про возникновение и развитие жизни. Потрясающе просто какой-то такой вот космогонический детектив. Мы просто не можем не спросить про возникновение и рождение жизни. У нас по-прежнему продолжаются споры, откуда человек? Ой, нет, с человеком все понятно. Да, правда, можно для тех, кому непонятно. Дарвин, все уже тебе разъяснил. Примерно 5 миллионов лет назад от общего ствола приматов отделилась веточка ордипитеков, и дальше пошло-поехало. Вот они там плодились и ветвились. Ордипитеки — прямоходящие обезьяны, которые волею судеб оказались вытесненными более успешными своими конкурентами из африканских джунглей, гилей в саванны. Климат начал меняться, началось опустынивание. Тропические леса, в которых наши предки жили совершенно ни о чем не тужа, в безопасности и сытыми, стали сокращаться, и началась конкуренция. И мы, по сути, потомки лузеров, которых вытеснили из уютных лесов в неуютную саванну, а жить-то все равно хочется, и приходится эволюционировать. Чем более сложные, более неблагоприятные условия, в которых ты оказываешься, тем быстрее проходит твоя эволюция, и тем более интересные результаты она приносит. Ну, или ты вымираешь. Такое тоже со всеми остальными членами нашей ветки в общем так и произошло. За 5 миллионов лет из потомков ордипитеков остался один вид — это хомо сапиенс. Не всегда сапиенс, конечно, но хомо... Ну, кто-то уж, кто первый встал того этапки, назвался сапиенсом. Так-то так и получилось. А почему тогда других не таких эволюционных цепочек мы не наблюдаем в последнем? В смысле, не наблюдаем? Ну, какие-нибудь, ну, я не знаю, я не уверен, что белые медведи довольны своим ареалом обитания. Да, у белых медведей все в полном порядке. Ну, хотя, да, у них все хорошо. Единственное, что сейчас, конечно, Арктика теплеет очень быстро. Арктика — самое быстротепляющее место в мире. Граница вечных льдов отходит на север. Это видно, кстати? Ну, как, ну, с чем сравниться? Условно, да? Нет, ну, условно видно, да. Конечно же, на картах... Шезлонги стоят там, нет уже. Для моржей большие проблемы, для моих любимых. Моржи кормятся на мелководье, они питаются сифудом, они не ловят рыбу, им нужно нырять на дно и там бороздить тачсокеанское дно. Они не ныряют глубже, чем на 80 метров, то есть они привязаны к берегу. И при этом зиму они проводят на вечных льдах. И вот эти вечные льды от этой вот отмели, на которой они кормятся, с каждым годом всё дальше, дальше, дальше. И моржам приходится плыть всё дальше, дальше, дальше. И поэтому всё, что они там наедят на этой отмели, они потом всё... Сжигают на обратном пути. Сжигают, а получается такие фитнес-моржи, тощие, стройные, а последнее дело быть в Арктике тощим и стройным, надо быть жирным. Минимум 10 сантиметров себе положено. И поэтому для моржей это сейчас такой челлендж. Для белых медведей то же самое. Вот сейчас эти тюлени забрались на Северный полюс и лежат там абсолютно довольные, медведи их не достают. Что делать медведям? Медведи уже начинают там, ну, оглядываться и смотреть, может, на оленей будем охотить. Начинают охотиться на оленей. Это не было такого раньше поведения. И олени такие, ну, нормально вообще. Жили, жили. А тут медведи пришли. У оленей тоже проблемы, потому что Арктика теплеет. И если раньше они ягель свой копыт или из-под снега, сейчас периодически он покрывается коркой льда из-за переходов через ноль. Олени не готовы к корке льда, им и так плохо. А тут ещё медведи, которые их жирят. В общем, сейчас Арктика перестраивается очень активно. И вот уж где лаборатория быстрой текущей эволюции, так это там. Очень интересная, кстати, вещь. Белые медведи произошли от бурых. Притом не так давно. Настолько недавно, что они ещё могут скрещиваться и давать плодовитое потомство. Синенькие. И на границах, ну, такие грязно-беленькие. Вот, например, на южной Чукотке бурые медведи, а на северной Чукотке уже белые. А вот на средней Чукотке бывает такое. Смешаные. Такое, да. И раньше зоологи очень ругались на бурых медведей, что они всех белых перепортят. А теперь перестали ругаться, поскольку, возможно, вливание генов более теплолюбивого и, главное, более всеядного бурого медведя поможет белому адаптироваться. Потому что белый медведь — это единственный чистый хищник в свете всех медведей. Все остальные медведи всеядные. А панда вообще вегетарианец. Ну, а чисто теоретически бурый медведь может пригласить белого, так сказать, в берлогу к себе? Ну, не так это происходит. Не в берлогу они приглашают, но они скрещиваются, да. Скрещиваются в виде к природе. И гибриды бегают. А сколько примерно животных, ну, видов каждый год выбывает сейчас вообще из существования? Мои любимые вопросы про цифры. Ну, не то, что цифры, но там примерно. Ну, вот прям примерно не скажу. Потому что если с беспозвоночными, с тропическими, то есть еще многие просто вымирают, и даже открыть еще не успевают. Ого! Ну да. Вся мелочь пузатая, вот эта летающая. Да, вся мелочь. Причем какая-нибудь лягушечка, у которой олял обитание, только один холм. Потому что они же никогда не передвигаются. Да, да. В тропиках сплошь и рядом. То есть потому что лягушки далеко не ходят. Вот у нее есть холм, вот у нее там все эти родственники, вот она наплодилась за несколько там тысяч. И все нормально. И все нормально. И тут вот холм распахивает. И все. И была лягушечка, и нет. Хорошо. Очень интересная тема, которую мы хотели затронуть, что оказывается, у других видов тоже есть шанс, если бы люди не шли со сцены. Да, почему, почему люди такие умные, а все остальные такие глупые. Есть у меня лекция, называется она «А почему все такие умные?» и там я как раз рассказываю, почему все такие умные на самом деле. И выбрать какой-то отдельный тип интеллекта, как самый лучший, мы просто выбираем по принципу наибольшей похожести на наш собственный. Вот. Но почему нет такого же разумного вида? Потому что, во-первых, есть люди, они заполонили все. Интеллект — это точно такая же адаптация к условиям окружающей среды, как и все остальные. А не хищничество? Хищник — это довольно дорогая такая экологическая ниша, далеко не всем доступна. Проще быть здесь, пожалуй, травоядным, поэтому травоядных и больше. Вот. Но хорошие новости в том, что все ныне живущие животные имеют, ну, все, большинство, скажем так, есть такой эволюционный тренд увеличения интеллекта. Энцефализация, размеры мозга, усложнение поведения. По сравнению с предковыми видами большинство современных животных демонстрирует улучшение когнитивной способности, то есть все умнеют. И если человек сделает сейчас какую-то непростительную глупость и освободит от себя эволюционную сцену, то какие-нибудь енотики, ну, конечно же, у других приматов больше всего шансов, потому что все приматы — это очень умный отряд, опять же, в лекции «Почему все такие умные?» я про это рассказывала. Но есть, например, шансы у енотиков, есть шансы у хоботных, у них есть у слонов, есть у хобот, хоботом можно. Слоны — единственное, что слишком большие. Обезьяны, мне кажется, захватят. Пьер Буль, планета обезьян, давно это написал. Если, да, если приматы останутся, то, конечно, будут какие-то следующие обезьяны, номер один. Шимпанзе сейчас, по сути, проходит стадию деревянного века. Они изготавливают орудия деревянные, там ходят, охотятся на мелких обезьян. — Они изготавливаются? — Да, то есть, например, выламывают дрыны, делают из этого копья, охотятся на мелких обезьян, ходят коллективно, но при том объединяются с другими шимпанзами. — Стаи сбиваются. — Ну там даже, это уже не стаи, это группы. У них хорошо организованная иерархия. «Политика у шимпанзе» книга Франца де Валя, она как раз про то, как устроена внутренняя политическая жизнь шимпанзе. И это потрясающе интересно. Эта книга стоит в списке рекомендованной литературы в американских политтехнологических колледжах. Политиков учат по ней, как вообще объединяться, как создавать альянсы и коалиции, как влиять на электорат, как побеждать в выборах без траты единого доллара. И вот обезьяны умеют, так и вы давайте учитесь. — Очень много нам вопросов приходит на смс-портал с просьбой, ну точнее это просьбой, выложить тот список литературы, о котором вы сейчас говорили. То есть что у вас, вот те книги, которые вы называли, ну по-моему, дело, что на слух никто не воспринял. У вас телеграм-канал же есть, я так понимаю? — Да, у нас есть телеграм-канал «Все как у зверей» «Радио Тимонова», и там давайте выложу список литературы. — Да, чтобы наши слушатели могли зайти и ознакомиться, и, собственно говоря, потом приобрести соответствующие книги и почитать. Будет не лишним, мне кажется. — Вообще не лишним. — Абсолютно. Следующий у вас, куда вы сейчас собираетесь, вы нам уже сказали. — Так, Грузия у нас. — Грузия? — Грузия в сентябре, Приморье, Приморский заповедник в октябре, и в ноябре мы летим в Аргентину. Вот это будет, конечно, суперпутешествие, к нему очень-очень рекомендовала бы присоединиться. Еще Намибия у нас будет в ноябре, да, параллельно. Не я поеду, поедет мой коллега, с которым мы все это организуем, но Намибия, вся Намибия там уже была, и это потрясающе. А на Новый год мы очень хотим в Уганду. — В Уганду. Отлично, спасибо. Те, кто хочет присоединиться, собственно говоря, к Евгении Тимоновой, вы знаете, куда обращаться. — Да, обращайтесь на наш телеграм, например. — Да. — В Айсберг по курсу. Сейчас мы в него въедем. — Господи. — Господи. — Парни, мы много чего потеряли, правда. Мы... Вот... Ёпарас это. — Меньше всего я рассчитывала, что я врежусь в Айсберг в компании Топлеса. — И Казанцева. — Тише, капитан, пришел. Тише, держите. тогда вот этот кадр мы и покажем отлично